О, хей мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли здесь! В этом незапланированном подкасте мы поговорим о том, что на канале происходит и что будет происходить во возримом будущем. А также я отвечу на некоторые вопросы, которые вы оставляли в комментариях под видео и которые задавали мне в группе ВКонтакте, ссылка на которую, конечно же, есть в описании под видео. Стоит отметить, что канал растет, каждый день присоединяются новые постоянные зрители и я хочу сказать спасибо всем вам! Кто смотрит, ставит лайки, пишет комментарии и делится моими видео с другими, все вы помогаете каналу расти и развиваться. Недавно я уезжал на отдых и, как многие заметили, были небольшие перебои с выпуском видео, но теперь все нормализовалось, я дома и готов к бою. Однако интересная вещь, я стал замечать, что мне, чтобы поиграть во все, что интересного появляется, а также делать затяжные прохождения, уже недостаточно двух серий в день. Например, я бы хотел пройти миссии, заполнять чудаки и прочие незнакомцы к GTA V, а также пройти серию игр Saints Row. Как вы считаете, может стоить выпускать три видео в день? Я, конечно, немножечко подохренею снимать в таком режиме, но если вам это будет интересно, я готов на определенные жертвы. Что вы думаете по этому поводу? Также близится важная дата, годовщина регистрации канала. Она случится, кстати говоря, 3 августа, и мне хотелось бы как-то отметить этот маленький, но все же юбилей. Жду ваших предложений в группе канала ВКонтакте, там есть специальная тема для этого, самые интересные из них мы воплотим в реальность. И в честь годовщины регистрации канала вас всех ждет большой сюрприз. Какой именно, пока не скажу, но похоже, такого не делал еще ни один ласплейщик. Но не буду забегать вперед, а лучше оставлю интригу, а вы попробуйте догадаться. Едем дальше. Все чаще вы советуете сделать мне что-то типа рандомного коммента, и мне кажется, это очень хорошая идея. Думаю, в ближайшем будущем я реализую ее, и это будет называться, скажем, комментирую как босс. Не факт, что коммент будет появляться на экране, но может даже я лично буду зачитывать его перед роликом. Так что можете уже не терять времени и начинать писать свои боссоподобные комментарии. Ну и еще одна радостная для всех вас новость. Все чаще и чаще разработчики посылают мне ключи к играм на обзор. И иногда эти ключи скапливаются, и я просто не знаю, куда их девать. Не потому, что игры плохие, а просто, например, это квест, и проходить его на канале будет не очень уместно. Или несколько ключей к одной игре присылают, представьте себе. Куда мне их девать, солить что ли? Лучше я вам их буду отдавать, но не абы кому, а самым пытливым и внимательным. Тем, кто смотрит мои видео от начала и до конца. Условия очень просты. Когда в ролике ты услышишь фразу «И Маугли это нравится?», сразу же ставь на паузу и ищи на экране невидимую рамку, нажав на которую ты попадешь на страницу с ключом от совершенно случайной игры. Но сразу скажу, откровенный шлак я вам подсовывать не буду. А если эта игра тебе неинтересна, или такая уже есть в твоей библиотеке, оставь ее тем, кому она нужна. Жадность еще никому не приносила счастье. Естественно, такие подарки будут не в каждом ролике, по крайней мере, пока канал не станет достаточно популярным. А там видно будет. Кстати, в этом видео подарок уже ждет своего обладателя. Кто успел, тот и съел. Ну и еще о подарках. Помните, в одном из видеороликов я рассказывал, как прокачал своего персонажа в GTA Online? Так вот, для всех, кто бомжует в GTA Online, я лично выпросил скидку в целых 25% на том сервисе прокачки, где цены и так одни из самых дешевых в интернете. Чтобы получить ее, нужно при заказе сказать контрольную фразу. Я от Маугли. И тогда вы прокачаетесь как боженька по весьма божеской цене. Кстати, я с этого не имею ни копейки, просто подумал, вам приятно и сделать. Ссылка на сервис есть в описании. И еще одно. Теперь, если вы захотите купить игры дешевле, чем в Steam, в проверенной мной и многими другими летсплейщиками магазине, да еще и получить скидку от меня в 3%, в описании также есть ссылка. Затаривайся крутыми играми и будь на высоте! Фух, о халяве и подарках все. Теперь давайте почитаем ваши комментарии. Пол Фейдер Продакшнс спрашивает. Ты часом не работал диктором на радио или МС в клубах? Больно уж речь поставлена хорошо. Нет, Пол, диктором не работал. А вот ведущим был частый на разных мероприятиях. Для тех, кто не в курсе, я препод. Лектор, спикер, оратор, что-то типа того. И когда занимаешься подобным ремеслом, приходится много говорить, декламировать, да и театральное прошлое немного дает о себе знать. Вы хоть меня на видео не видите, но все же, если то позволяет ситуации, я стараюсь отыгрывать происходящее, особенно касательно диалогов в играх. Так что речь как-то сама поставилась, да и, конечно, мне есть куда расти. Эйка Эйша спрашивает. Вы что, с Леоном поругались? Конечно, не поругались. Все хорошо. Да и откуда такие мысли? Дело в том, что у нас с ним нет четкого графика съемок. Вот иногда и получаются перебои с совместными сериями. Едем дальше. Марк Серегин спрашивает. Маугли? Такой вопрос. Ты играешь на компе или на приставке? Если на приставке, то на какой? И еще, с помощью чего ведешь съемку? Как записываешь ролики и что для этого используешь? По-моему, о чем-то подобном я уже рассказывал, но да ладно, повторюсь. Играю на компе. Приставки никакой пока что дома нет. Кроме Сеги Мегадрайв, которая валяется в шкафу еще с давних времен. А съемку веду при помощи бандикам. Пока что более удобного ничего для себя не нашел. Евгений Марченко спрашивает. Знаешь ли ты про игру Escape from Tarkov? И если да, будешь ли ты в ней играть? Знаю, слышал. Играть, скорее всего, буду, как только выйдет. Мне кажется, весьма перспективный проект. Я верю в русских разработчиков. Едем дальше. Максим Ткачук спрашивает. Сколько тебе лет? Причем не сколько, а сколько тебе лет? Я уже намекал, что мне чуть меньше тридцатки. Вот еще раз это дело. Мне чуть меньше тридцатки. Илья Воленберг. Или Воленберг спрашивает. Привет, я на твоем канале уже месяц. У тебя такие видосы, что аж плакать хочется. Спасибо. Я надеюсь, Илья, что тебе хочется плакать от счастья или от смеха, но не от печали и грусти. Потому что если мои видео навевают на тебя подобные меланхоличные эмоции, для меня это знак, что нужно что-то менять в своем подходе к съемке видео. И последний вопрос на сегодня. Никита Локтионов спрашивает. Маугли, не планировал ли ты обновлять ПК? Да, Никита планировал. Не очень скоро, но будет день и будет пища. По крайней мере, хотелось бы оперативки докупить до 32 гигабайт и видеокарту помощнее поставить. Например, GTX 1080, ну или хотя бы 1070. И Никита продолжает. И что ты думаешь про PS4? Думаю, что она мне нужна. На этом мои думы заканчиваются. Давайте здесь остановимся. Нужно напомнить, что вопросы, которые вы оставляете под видео, рискуют затеряться в бесконечном черепе комментариев. Так что под видео есть ссылка на тему в группе канала ВКонтакте, оставив вопрос для подкаста в которой, вы можете быть уверены, что я на него отвечу. Конечно, если это не риторический вопрос типа «Где скачать Half-Life?» Такие тоже попадаются. Ах да, чуть не забыл. Для всех комментаторов полезной информации. Если вы попытаетесь в комменте оставить какую-то ссылку, то система автоматом блокирует ее и посылает в отстойник. Простите. Давайте здесь закругляться. Подкаст выдался очень насыщенным на новости и планы. Да поможет нам Бог все их успешно осуществить. Спасибо вам за просмотр. С вас, конечно же, лайк и подписка, а я пошел снимать дальше. Всегда оставайтесь на высоте и пакетова!